МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области начала работать программа «Школа героев». Решение о ее разработке было принято областными властями совместно с ветеранами СВО и самарским филиалом Госфонда «Защитники Отечества». Программа позволит ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии. Выпускников программы будут включать в управленческий кадровый резерв, приглашать на работу в правительство области, написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале. Первым участником станет ветеран СВО Дмитрий Худошин. С первых дней СВО он принимает участие в боевых действиях. Получил в бою ранения, потерял ногу, но продолжает вести активную жизнь. Занимается слэдж-хоккеем, футболом, спортивным метанием ножа, пауэрлифтингом, плаванием. В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы. В общей сложности заключивший контракт получит 1,2 млн. рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Конечно, стоит. Если уже на нашей земле, делаться тоже не надо. Парням могу пожелать только удачи, чтобы они их разбили, против них. Больше здесь не пожелаешь. В управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по тактической стрельбе. В течение двух дней за звание победителей боролись пять команд из всех специальных подразделений, входящих в состав территориального управления ведомства. Участникам необходимо было продемонстрировать навыки владения пистолетом, автоматом, пулеметом и снайперской винтовкой. Огонь велся на различные дистанции из разных положений. Спецназовцам необходимо было выполнить упражнения за минимальное время. При этом за нарушение и промахи начислялись штрафные очки. Особенностью соревнований стало сочетание физических нагрузок с демонстрацией стрелковых навыков. Например, снайперу во время преодоления дистанции к огневой позиции необходимо было 10 раз поднять гирю. Перед стрельбой из положения 100 и сделать 10 выпрыгиваний. Перед стрельбой из положения лёжа 10 отжиманий. При этом все упражнения сотрудники специальных подразделений Росгвардии выполняли в средствах индивидуальной бронезащиты. Принимал участие пять команд, два подразделения СОБР, три подразделения ОМОН. Они включали в себя все ситуации, приближенные к боевой. В целом подразделение выполнили все поставленные задачи на отлично, но победил сильнейший. Лучшие результаты показала команда специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Самарской области. С серебро завоевали бойцы ОМОН «Орлан» город Тольятти. Бронзовыми призерами соревнований стали сотрудники СОБР Омега. Кроме кубков, медалей и дипломов, спецназовцам вручили ценные подарки, которые помогут ещё эффективнее решать стоящие перед ними служебно-боевые задачи. В Самаре завершился очередной этап благоустройства парка «Молодёжный». Теперь попасть в зелёную зону можно с трёх улиц. Рабочие завершили оформление входа со стороны Ставропольской. Как выполнили работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Новая входная группа и аллея к озеру с фонтаном. В Самарском парке «Молодёжный» выполнили этап благоустройства, который был запланирован на этот год. Теперь зайти в парк можно с трёх сторон. Не только с новой вокзальной и Воронежской, но ещё и со стороны Ставропольской. Здесь появился яркий знак с названием территории, пандусы, лестница. И аллея с новыми газоном и кустарниками. Как выполнены работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Также в рамках дополнительных средств рядом с новым ходом в парк проводят и реконструкцию тротуара по улице Ставропольской, чтобы горожане могли с комфортом добираться до места прогулок. Это сейчас уже в рамках нового контракта, новых дополнительных денег, которые выделил губернатор Самарской области. Полностью тротуар будет сделан от улицы Нововокзальной до улицы Воронежской вдоль парка Молодёжной. К работам уже приступили, это видно. Закончил срок. Ремонт тротуара завершат к середине октября. А третий этап благоустройства парка при выделении и финансировании продолжат в следующем году. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самару прилетят сказочные персонажи – шиши гелетуны. Это фигурки маленьких существ, которые появятся по всему городу. По легенде, их основная задача – собирать и хранить лунный свет. Почему именно у нас на Волге? Потому что здесь к роскошному лунному свету добавляется магия Великой реки и волшебство сказок и легенд Самарской луки. Отсюда же и это прозвище – шишиги. Так их назвали местные жители, приняв за героев старинные легенды жигулей. Авторы проекта – Дмитрий и Мария Храмовы, а также Денис Липстер. С года в год видели, что за Волгой там постоянно какой-то искорки, свет какой-то, какие-то сполохи. Им интересно стало, что такое за Волгой. То есть вот они в сторону Самары смотрели, и что там творится, жизнь какая-то идет другая. И так как они были тогда еще без крылышков, они решили у волшебного кузнеца в Жигулевских горах заказать себе крылышки. И он им вот сковал вот эти вот крылья. Всего на улицах Самары появится 27 фигурок. Они поселятся в знаковых местах города. В Самаре продолжается дорожно-строительный сезон. На улице Карла Маркса обновляют тротуар, который пролегает рядом с поликлиниками. Специалисты уже провели демонтаж старого покрытия и приступили к ремонту основания. Подобные работы ведутся еще на 23 локациях в разных местах города. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. У Самарской детской больницы на проспекте Карла Маркса поток пешеходов. Здесь ходят мамы с колясками, дети, а также пенсионеры, которые направляются к клиникам Самарского медуниверситета. Качественный тротуар в этом месте необходим, поэтому рабочие приступили к ремонту пешеходной зоны. Работы стартовали на дополнительно выделенные средства по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Специалисты уже провели демонтаж покрытия и приступили к основанию. Меняют щебень. Посетители больницы изменения заметили. Они высокие, здесь и грязи не будет, и вода будет в сторону ходить. Хорошо, высоко делаю, прекрасно. Неудобно было ходить. Сейчас намного лучше, удобнее, намного лучше. Следующий этап ремонта – укладка высокопрочного асфальтобетона. Напомним, что в Самаре на дополнительные средства этой осенью приведут в порядок пешеходные зоны на 48 объектах. В настоящий момент продолжается работа на 23 объектах. Они у нас разной степени готовности от 30 до 70%. При формировании дополнительного перечня выбирали тротуары, которые ведут к социальным учреждениям – медицинским и, по большей части, к образовательным. Сроки на выполнение работ сжатые. Закончить обновление тротуаров нужно до середины октября. По мере необходимости завершения подготовительных мероприятий специалисты будут трудиться в три смены. Две из них дневные, а одна – ночная. То есть максимально использовать световой день, максимально использовать вопросы ночи, когда у нас с учетом соблюдения закона о тишине, работать все равно можно. Укладывать асфальт тоже ночью можно. Представители профильного департамента просят жителей отнестись с пониманием к ночным работам. Постараемся в ночное время шуметь по минимуму и работать только по укладке асфальта, бетонного покрытия. Потому что мы понимаем, что при демонтаже асфальт-бетонного покрытия шума точно не избежать крупного. Поэтому такие работы производим днем. И вывоз мусора тоже производим днем, потому что это тоже наиболее шумная работа. В целях повышения эффективности контроля за производственным циклом промежуточные результаты ремонтов оценивают в ходе выездных проверок в дневное и ночное время. Обсуждают на еженедельных общегородских совещаниях. Кроме того, на регулярной основе представители дорожно-строительных организаций отдельно приглашают в профильное управление департамента, чтобы возникающие вопросы решались без промедления. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. За семь месяцев текущего года на четверть снизился уровень подростковой преступности в городе по сравнению с прошлым годом. В эту статистику попали и особо тяжкие преступления, и преступления с незаконным оборотом различных веществ, и мошенничества, и кражи, а также групповые преступления. По всем этим показателям достигнута положительная динамика. Об этом говорили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Также на встрече с участием представителей правоохранительных органов и профильных городских департаментов говорили о ауто-деструктивном поведении подростков. Наиболее подвержены такому поведению дети, которые пережили либо серьезные события в жизни, либо подвергаются травле среди сверстников. Родителям и учителям рекомендуют обращаться за помощью к специалистам, если заметны изменения в состоянии поведения подростка. Это может помочь предотвратить непоправимые поступки. Также обсуждали и работу с семьями, которые состоят на учете. Их отмечают, если родители пренебрегали своими обязанностями, отличались асоциальным поведением, могли применить насилие к ребенку. С такими горожанами работают специалисты департамента опеки и попечительства и предлагают помощь в решении проблем. С семьями проводится профилактическая работа при взаимодействии всех служб системы профилактики. В каждом районе создан у нас коэррационный совет органов системы профилактики, на котором обрабатывается индивидуальная программа сопровождения. И не реже одного раза в два месяца собирается коллегиально и принимает решение, как продолжать сопровождать данную семью. Не остались в стороне и поддержали в трудную минуту. В столице региона представители регионального отделения Народного фронта Самарской области отправили гуманитарную помощь жителям Курска. Собрали все самое необходимое. Кто приехал помочь с отправкой и что повезут в Курскую область, узнала Полина Чулякова. Продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, посуда, постельное белье и многое другое. Полным ходом идет погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области. В Самарте собрали 5 тонн груза для эвакуированных людей, которые до сих пор находятся в пунктах временного размещения. С первых дней начала массированной атаки на Курскую область мы начали сбор для пострадавших жителей. И каждый день люди несут сюда, в Самару, в региональное отделение Народного фронта на Ленинскую 202 гуманитарную помощь. Никто в нашей стране не остановится равнодушным к тому, что происходит на нашей территории. Мы всем сердцем находимся с нашими курянами. И сегодня это малая толика, которую мы сделали. Это буквально собрано за два дня. Мы кинули клич, тут же люди отреагировали. И мне кажется, что любой, будь на нашем месте, он поступил так же. Я лично всегда, если можно, что-то сделать. Я сделаю, потому что я самарский. Поучаствовать в передаче гуманитарной помощи приехали волонтеры из столицы. Екатерина Критикова, координатор добровольческих мероприятий ФНС России, одна из первых сотрудников налоговой, начала заниматься волонтерством, когда узнала о начале СВО. Сейчас активно помогает беженцам. Наши самарские коллеги – одни из самых активных регионов, которые участвуют в добровольческой деятельности. Поэтому я с удовольствием приехала посмотреть передачу гуманитарной помощи для жителей Курской области. Гуманитарные грузы и беженцам, и бойцам СВО из штаба регионального отделения Народного фронта Самарской области отправляют почти каждую неделю. В таком важном деле принимают участие жители региона, представители бизнеса и общественных организаций. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня самарский космонавт Олег Каноненко и его напарник Николай Чуб установят рекорд по пребыванию в космосе в рамках одного полета по программе МКС. Они отправились на станцию 15 сентября прошлого года, а планируют вернуться 23 сентября текущего года на корабле «Союз МС-25». Длительность полета составит 374 дня. Самара вошла в топ-3 городов для поезда к одним днём в сентябре. На первом месте оказался Воронеж, на втором – Минеральные воды. Областная столица расположилась на третьей строчке рейтинга. Кроме того, в десятку популярных направлений вошли Владимир Богучар, Муром, Каменск-Шахтинск, село Немчиновка и станица Павловская. Выпуск БПЛА планируется увеличить. Всего за 2023 год в вооружённые силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера – роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. С 21 сентября вступает в силу ряд изменений, касающихся осуществления государственного контроля. В соответствии с ними Роспотребнадзор будет проводить внезапные проверки без уведомления контролируемых лиц при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований к продукции, которые подлежат маркировке средствами идентификации. Также увеличен срок проведения обязательных профилактических визитов с 1 до 10 дней в отношении образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания и питания детей. Срок проведения профилактических визитов на основании поручений также увеличен с 1 до 10 рабочих дней. Приучить ребенка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладости и фастфуда – задача не из простых. Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе. Его все чаще выявляют у детей 15-17 лет, и оно может привести к опасным заболеваниям, в том числе диабету. Заинтересовать детей полезной пищей родителям поможет новый портал www.nacionальныепроекты.рф «Думай, что ешь» Созданный Минздравом и Оно – национальные приоритеты. Там рассказывают, как правильное питание может пригодиться ребенку в будущей профессии. На карточках с яркими персонажами можно прочитать рекомендации для разных специальностей, которые интересны детям. В Самаре в рамках Всероссийской недели добра прошел ряд профилактических мероприятий, направленных на снижение ДТП, особенно среди детей и подростков. А сегодня подвели итоги работы и озвучили статистику аварии за последние 8 месяцев. Подробности в нашем материале. За последние 8 месяцев на дорогах региона зарегистрировано 1044 ДТП, в которых пострадали 2681 человек. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 13%. Произошло 273 аварии с участием детей до 16 лет. Шесть из них погибли. Еще 322 ребенка получили ранения. Нередко в авариях страдают дети-велосипедисты, а также те, кто управляет иным транспортом. За 8 месяцев в регионе в авариях пострадали 26 детей-велосипедистов и 29 тех, кто ехал на байке либо мопеде. Сотрудники ГИБДД напоминают, чтобы сесть за руль мопеда, нужно достичь возраста 16 лет и окончить автошколу, получив категорию В. Родители многие проявляют эту безответственность, приобретают, тем не менее, в подарок, порой даже за хорошие оценки. Ну и, соответственно, в летний период дети начинают активно пользоваться мопедами, не имея навыков, опять же, и попадают, как правило, порой и по собственной вине в эти транспортные происшествия, активно перемещаясь на этих мопедах в возрасте 13-14 лет, 15 лет на дорогах общего пользования. В Самаре завершилась Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Ее главной темой стала профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести последствий аварий. В рамках недели безопасности сотрудники ГИБДД посещали родительские собрания, где акцентировали внимание на том, чтобы взрослые оснащали автомобили спецкреслами, а к одежде детей крепили световозвращающие элементы. Возле образовательных учреждений дежурил родительский патруль. По мнению сотрудников ГИБДД и педагогов, именно родители должны доносить до детей информацию о правильном поведении на дороге и вдохновлять собственным примером. Дети учатся по подражанию. Они все повторяют и копируют за своими родителями прежде всего, а потом уже за педагогами. Если родитель перебегает дорогу, если родитель не спешивается на пешеходном переходе и едет на велосипеде, его ребенок будет делать то же самое. В ближайших планах начать более плотную работу со студентами ВОЗов и СУЗов, поскольку они нередко подрабатывают курьерами, используя при этом мопеды и самокаты, и выезжают на проезжую часть, не соблюдая правил дорожного движения. Виктория Шарая, Константин Головин, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, что они предпочитают больше – вместе ходить за продуктами или по отдельности. В основном это раздельно, потому что жена очень много времени ворует у нас в магазине, а я уже знаю, что где лежит. Пришел, взял, забрал, ушел. Совместные. Сумки должен кто-то таскать. Мы предпочитаем доставку. Ну, может быть и вместе, да. Либо моя жена. Ну, когда как. Если это большая покупка, то вместе, а так обычно по отдельности. Вместе ходим обычно, да. Но бывает, что и по дороге с работы домой по отдельности получается. Когда как. В выходные совместно, а так один. Я выбираю цвет. В доме журналиста открылась персональная фотовыставка Елены Демидовой. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Речные жители, ангелы-самурай, рыбка по имени Тая. Эти и другие герои смотрят с фотографий на посетителей выставки, которую представила самарский фотограф Елена Демидова. По профессии Елена – инженер-технолог, но это не помешало ей увлечься фотографией. На протяжении 10 лет она создает работы, находя красоту в самых простых вещах. Беру фотоаппарат, иду фотографировать. Стараюсь показать свой взгляд, фотографии, свое отношение к городу. Я очень люблю город Самару и вообще просто люблю город. Поэтому я иду и фотографирую. На фотовыставке представлено около 30 работ, выполненных в жанрах стрита и арт-фото. Все они объединены в диптихе и представлены в разнообразной цветовой гамме. В коллекции Елены фотографии сделаны как в Самаре, так и в других городах. Любимый снимок автора – «Осенние радуги». Сделан в парке Гагарина. Я люблю очень осень. Это осенняя фотография. Здесь показана еще перекличка, именно цветовая и отражение, что я тоже люблю снимать. Когда я шла на выставку, я увидела, что название – цвет. И думаю, ну сейчас, наверное, будет вот что-то такое мощное, что она это все покажет. И надо сказать, что меня удивил ее подход очень тонко, очень как-то аккуратно и сокровенно она подобрала. Выставку могут посетить все желающие до конца октября. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Крылья Советов проиграли московскому «Спартаку» в Кубке России и лишились шансов продолжить борьбу за трофеи в этом сезоне. Хоккеисты ЦСК ВВС пока не могут победить на домашнем льду в ВХЛ. А тольяттинские теннисистки продолжают покорять турнир в Южной Корее. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Крылья Советов продолжают серию неудачных игр в Кубке России по футболу. Накануне самарцы провели выездной матч четвертого тура группового этапа турнира против московского «Спартака». Но уже на второй минуте хозяева открыли счет в матче, а к девятнадцатой минуте повели 2-0. Закончился первый тайм. Крайне неудачно для крыльев. Печенин срезал мяч в свои ворота. На 68-й минуте волжане один мяч отыграли, но переломить ход встречи так и не смогли. Сначала остались в меньшинстве, а затем Мангаш установил окончательный счет. 1-4 – поражение крыльев, которые лишились математических шансов на продолжение борьбы в турнире и досрочно заняли четвертое место в своей группе. Поэтому две оставшиеся встречи Кубка для них будут формальностью. Хоккеисты ЦСК ВВС продолжают серию домашних игр в ВХЛ, но пока домашние стены не помогают. После поражения 2-3 от Норильска самарцы с таким же счетом уступили красноярскому «Соколу». Хозяева открыли счет на 49-й секунде. Гости сравняли еще до перерыва, а во втором периоде вышли вперед. На 56-й минуте красноярцы удвоили свое преимущество. Через 30 секунд самарцы сократили отрыв, но сравнять счет до финальной сирены так и не получилось. 2-3 – поражение ЦСК ВВС. Волейболисты «Новы» проиграли первый матч серии 1-16 финала Кубка России. Новокуйбышевцы на выезде встречались с Югрой Саматлор из Нижневартовска. Сначала соперники обменялись удачными партиями, а потом успешнее действовали лишь хозяева. А четвертый сет и вовсе начали с рывка 7-0, благодаря которому смогли довести партию и матч до победы. 22-25, 25-16, 22-25 и 16-25, 1-3 по сетам поражения «Новы». Ответная игра состоится 23 сентября. В следующий раунд пройдет лучшая команда по сумме двух матчей. В столице Южной Кореи, Сеуле, продолжается теннисный турнир категории WTA 500. В 1-8 финал уроженка Тольятти Дарья Касаткина переиграла американку Хейли Бептист 6-4, 6-2. Россиянка за 1 час 18 минут совершила одну подачу на вылет, 5 двойных ошибок и забрала 6 геймов на подачу сопернице. В четвертьфинале Касаткина сыграет против Эммы Радукану из Великобритании. Это их третья встреча в рамках теннисного тура. Обе остались за Дарьей, в том числе и в июне этого года. Если и Касаткина, и Шнайдер выиграют свои четвертьфиналы, то в полуфинале турнира состоится Тольяттинское дерби. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Доноров могут приравнять к волонтерам, сообщает телеграм-канал Самары Вести с Дворянской. Такой законопроект одобрили в первом чтении в Госдуме. Тем, кто сдает кровь и ее компоненты, это даст доступ к мерам поддержки для добровольцев. Дополнительные баллы к ЕГЭЛ, льготы на посещение культурных мероприятий, бесплатное обучение, консультации и многое другое. В России полтора миллиона человек регулярно сдают кровь, но только 200 тысяч из них – молодые люди. Законопроект спасет многие жизни и увеличит число кадровых доноров за счет новых стимулов, уверенно в Государственной Думе. Более 30 тысяч самарцев написали диктант здоровья, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. Вы также можете присоединиться к масштабной акции «Диктант здоровья», пройдя до 21 сентября включительно онлайн-тестирование и получить сертификат участника. Для консультации по процедуре проведения акции действует горячая линия, телефон указан на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре ведется прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей. Для получения земельных участков прием граждан ведет департамент опеки в понедельник и среду с 9 утра до 5 вечера по адресу улицы Куйбышева, дом 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. Консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова